В эфире информационный блок Доброе утро Таллину. На студии звездный гость фестиваля Золотая маска, художественный руководитель московской геликон-оперы Дмитрий Бертман. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо, что выкрыли для нас немного времени. В Таллине состоялась европейская премьера современной оперы Доктор Гасс. А почему именно в нашем городе? Вы знаете, я счастлив, что эта премьера как европейская состоялась в Эстонии в рамках фестиваля Золотая маска. Здесь очень много премьер. Во-первых, в Таллине моя жизнь связана с Таллином. Я здесь очень много ставил. Здесь все артисты оперные, которые существуют, все мои друзья, все, с кем я работал. Театр Геликон-опера приезжал сюда постоянно и приезжает каждый год и обожает Таллин. Но это всегда были наши личные связи. Мои, театра, Эстония, театр Геликон-опера. Это наша дружба с Эрик Лассом, с Арномиком, с Найма Кунингасом, с Айваром Мяей. Это все вот наша семья. Первый раз я в Таллине по приглашению фестиваля Золотая маска, потому что мы привезли спектакль молодого композитора Алексея Сергунина, молодого режиссера. Опера впервые я привез в спектакль «Не свой» в Таллинн, а молодого режиссера Дениса Азарова, замечательного, талантливого очень человека. Это «Доктор Гасс». Опера, написанная по идее и на либретто знаменитой русской писательницы, нашей современницы Людмилы Улицкой. Достаточно сложный музыкальный материал, и при этом история в основе лежит, которая посыпана пеплом 19 века. Отсылка к нему. Все-таки, как вы решились на все это? Вы знаете, в городе, где был Валенберг поставлен, надо было ставить и показывать «Доктора Гасса». Эта опера тоже про такого сверхчеловека, который спасал жизни людей, который помогал немощным, который жил не во имя карьеры, не во имя каких-то вещей, которыми обычно заботятся люди, а во имя каких-то моральных и гуманистических задач. Представляете, врач 19 века, который лечил такое количество тысяч людей, ведь это надо понимать, что такой врач в 19 веке. Это не было ни МРТ, ни КТ, понимаете, никаких рентгенов. Это какой специализации должен быть врач, который лечит людей? Это врач, который пришел работать в тюрьмы, работал тюремным врачом, который боролся за то, чтобы снять кандалы с заключенных и добился этого. И при жизни он уже был святым доктором. Люди просто, касаясь до него, выздоравливали. И сейчас в Москве, на Веденском кладбище существует его могила, вся усланная рукодельными цветами. Там люди руками делают цветы и приносят, потому что до сих пор люди приходят лечиться к нему. Это великий человек. Скажите, а есть ли какие-то отсылки к доктору Лизе, которая отправилась с гуманитарным грузом в Сирию и погибла в авиакатастрофе? Конечно, конечно. И доктор Лиза, это вот тоже продолжение, это продолжение этой философии помощи человеку. И вот тот дар, то образование, которое дано было этой душе, как доктор Лизе, было полностью подарено людям. Я хочу сказать, что с доктором Газом вообще история такова, что сейчас он канонизируется католической церквью. А в Москве буквально две недели назад была открыта улица доктора Газа. Вот Леонид Михайлович Печатников, наш ВИЦМР, как раз открывал улицу. Я там был, наши артисты пели отрывки из доктора Газа. И теперь мы можем гордиться, что в Москве есть улица того самого святого доктора. Если говорить о новаторском музыкальном материале, то какое у вас осталось впечатление вообще? Как все это воспринимается современной публикой? Вы знаете, мне кажется, что композитор Алексей Сергунин, мне он нравится тем, что он не идет по пути моды. Потому что сегодня композиторы пытаются изобретать какие-то такие музыкальные формулы, которые, наверное, только они могут воспринять. Потому что люди начинают не понимать. Это такой кроссворд. И очень мало эмоционального фона в музыке. Мне кажется, это вообще проблема сегодняшней музыки. И тем более такая тяжелая тема, она не развлекательная, это не сивильский цирюльник. Но композитор очень мелодичным языком это решил. И мало того, он еще использовал джазовые интонации в этом. То есть это совершенно не, вроде бы никак не может относиться друг к другу эта тема с этим. Но он достиг этой красоты звучания в этом произведении. Мне кажется, это огромная его победа. Вы уже отметили, что много сотрудничаете с эстонскими театрами. А есть еще какие-то совместные проекты на примете? Вы знаете, я счастлив, что через год Геликон приедет опять на Сарома. Мы получили приглашение. И мы будем играть там несколько наших спектаклей. Опять на этом потрясающем фестивале. На Саромовских днях оперы. Да, да, да. И, конечно, с театром Эстонии у нас много планов. И я надеюсь, что наша дружба с Эстонией, она будет только крепнуть. Потому что она не может не крепнуть, потому что мы уже родственники. Ну что ж, еще раз спасибо за то, что вы нашли возможность прийти в нашу студию. А мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был художественный руководитель московской Геликон-оперы Дмитрий Бертман.